После продолжительных новогодних каникул многим очень тяжело возвращаться в ритм рабочих будней. При этом люди часто чувствуют упадок сил и настроения. Происходить это может по двум причинам. Первая – это сбитый режим. В таком случае необходимо его восстановить нехитрым способом. Ложиться и вставать примерно в одно и то же время и правильно питаться. А вот другая причина стресса после выходных более сложная. На работу идти в принципе не хочется. И каждый день похода на работу, он тяжел и невесел. И поэтому я бы в этом случае задумалась, а почему мне не хочется идти на работу? Что именно меня там тяготит? То, из-за чего не хочется идти на работу, может быть, с ними что-то с этими вещами можно что-то сделать, что-то предпринять. Организовать свою жизнь таким образом, чтобы на работу идти было приятно. Детям еще сложнее, чем взрослым, выйти из размеренных выходных дней. В это время для них очень важен режим дня, полноценный сон, рацион и умеренные физические нагрузки. Всему этому стоит уделять максимум внимания. Также детям стоит сократить время для использования гаджетов, потому что при этом ребенок не сможет полноценно перезагрузиться и отдохнуть. Очень многим деткам не нравится ходить в школу, нету никакого желания. Я бы посоветовала родителям, наверное, сначала искренне посочувствовать ребенку своему и принять то, что ну да, не хочется, я тебя понимаю. И ребенку уже будет немножко легче, что его понимают, что принимают его нежелания. Чтобы не зацикливаться на негативе и плохом настроении, нужно переместить фокус внимания на позитивные моменты жизни. И тогда радостные воспоминания о проведенных каникулах согреют и привнесут краски даже в самые серые рабочие будни. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.